Так, у нас вторая карта. Желтая субмарина против 1-Win. Формат встречи B-103. Играют до двух побед. Первую забрали себе 1-Win. Не сказать, что прям сложно, но не без усилий. Так, забрали руны команды. По две руны. Без каких-либо драк. Без чего-либо. Так, в этот раз у нас Шторм Спирит против Пангольера. Не нравится мне Панго. В прошлом случае это бесполезный мотороллер. Посмотрим, как здесь будет. Последние карты, что я смотрел, с этим Панго. Именно в Миду. Он тупо бесполезный. Ничего не делает. Возможно, здесь будет полезным. Полезным в своем команде. Потому что в 1-Win, если что, в одном шаге от финала квалификации за Интернешнл. Я напомню, что тот, кто здесь побеждает, проходит в финал квалификации за Интернешнл. Тот, кто проиграет, падает вниз, в нижнюю сетку. И завтра будет играть в 12 дня против пары Na'Vi против Pant. А после этого матча еще будут играть Na'Vi против Pant. Панго. Так что у нас сверху здесь ЦК. ЦК охраняет Клок. На, но здесь фарминг себе. На, против пивной панды. На самом деле пивная панда сейчас довольно-таки сильная. Я часто встречаю, что ее пикают. Так, есть в Гоге. Гогин закрыл Дарксирену. Почему-то лицо разбили. Именно респект. Потерял почти половину лица. Так, а здесь какая-то настоящая драка. Почти убили на Агу Сирен. Блин, вы знаете, интересно. Вроде как люди что-то дерутся. Круто. Так, Клок отпил себе фласку. Рубик, я так понимаю, тоже отпил себе фласку. Восстановит сейчас ХП и дальше будут маслать друг друга. Ну да, да, шторм побеждает в миду. 19 на 8 против 12 на 0. Много денаев шторма. Да, есть нулик, есть боттл. Хочет себе гражданый стик сделать. Потом ПТ. Потом, возможно, арчит. Силы света укрепили свои сооружения. Пятая минута у нас еще не будет. Ни одного фрага не было на карте. Ну, какая-то тенденция такая, что все много фармят. Долго сидят на линиях. Потом по 40 минут заходит на ХГ. Так, ну а здесь какой-то намек на фраг, да? Да, умирает нага. В спрутах ее пацан под своим же тавром убили. Дарквилл накрутила и с Реалма. Ну, хоть фбшечкой нас порадовали. Нага или ЦК? Наверное, ЦК. Ну, мне ЦК просто больше нравится. Мне импонируется ЦК. Хороший сейчас Керри. Ну, нага точно так же очень сильно. Очень сильный Керри. Много фармит. Так, пошло здесь нападение. На Клокверка стянули его. Есть фраг. Фраг для Дарксира. В итоге мы имеем счет 1-1. Без какого-либо преимущества. Так, давайте откроем Нетворс и глянем, что там. А здесь у нас Дарксир. Делит первое место с Штормом. И дальше уже три игрока. One win. Так, прилетел Клок, заобузил. Спотал своему мидеру. Мидер вроде как должен стать довольным. Надеюсь, что это так. И продолжить колотить этого Шторма. Или получать от него. Пока 400 голды выигрывает Шторм. Это немного, но это и немало. Есть в батле. Руна хостыть. Так что, если что, Шторм может куда-то подключиться. Куда-то подойти. Либо вверх, либо вниз. Помогу сделать какой-то фраг. Либо, если на него будут нападать, он сможет уйти. Здесь, снизу, ребята разменялись какими-то кнопочками. Да. Нажимали скиллы. Друг друга лицо. Подразбили и отошли дальше фармить. Ну, а здесь... Здесь делает грязь. Отличная игра от Наги. Он разбил руну своему противнику, руну мудрости. Так, ну, а здесь будут убивать Дарксира, да? Нет. Как я говорил, что есть возможность Шторма на хосте подойти и наделать грязь. В принципе, что он иди, что он и сделал. Да, еще Дарквилл сейчас убьют. Но Шторм, если пойдет, он здесь погибнет. Штормомер. Не надо было идти. Я, скорее всего, еще и будет умирать Рубик. Да. Будет еще Рубик умирать. Ну, такая получилась затяжная драка. Посмотрим методи боя что там. Давайте. 3 в 2 в плюс, конечно же, для ван вин. Центральную башню сил света атакуют. Нижнюю башню сил света атакуют. Есть Дарксира как орган рубцы. два брейсера. Хотят. Хотят и кого-то забрать. Находит пангольер шторма. Либо что-то находит пангольера. пангольер если что под ДД. Здесь в помощь подходит Рубик к своему шторму. Есть еще цемочка. Ну, панга отходит понимает, что нельзя нарываться, так как получит бесплатное ТП. Путевку в таверну. Центральную башню сил света атакуют. Нижнюю башню сил света атакуют. Силы света используют сканирование. Нижнюю башню сил света извините, ребята, мне позвонили. Нужно было ответить. Укрепили свои сражения у нас. Вроде я ничего такого не пропустил, и не пропустил, что там произошло. Но нет, нет. Отлично. Почему в финале квалификации Yellow Submarine One Win, а все ВП, ВП, по-моему, вообще вылетели. Нави пандают снизу. Наверное, потому что их место именно там, да? Понятно, ребята, которые в финале верхней сетки играют лучше, чем ребята, которые в нижней сетке. Все. Ну, да, да. Нет, но есть еще кто-то, кто может с нижней сетки пройти и по дне бы выиграть в финале. Много кто побеждает через нижнюю сетку. Это ничего такого нету. Надо смотреть, завтра уже финал. Давайте еще пока этот мальчик смотреть, что здесь будет. Он, конечно, что могут закрыть 2.0. нападение на Клокверка. Да, очень быстро привязали, быстро убили. Еще сейчас Ставр заберу. Да, отлично. ЦК хочет в ответ прыгнуть. Да, прилетел Пангольер на своем мотороллере. Не сильно это был полезен. Так, подцепят ли ЦМку, да, подцепят ли ЦМку, но хватило. Хватило. Отличная вылазка. Ответили за Тавр и за смерть. Сделали минус 2. Очень круто. Шторм не идет. Ворчит идет Вичблэйд. Мне тоже больше нравится через Вичблэйд. Полетел шторм на руне не захотел Пангольер драться. Это понятно. Забирает себе шторм свою руну. Руну невидимости. Возможно он пойдет куда-то что-то с этой руной сделать. Возможно на низ. Здесь пивная панда, которая там сломала Тавра уже давным-давно. так. Ну почти Радик. Еще что-то осталось. Косар голды. И будет радианс. И тогда будут проблемы. Панда очень сильная. сейчас еще огонимчик потом доделать и пойдет. нага? А что там наги? Есть Яша, потом будет манта, потом будет орчит. Стандартные какие-то наборы. Все по каким-то шаблонам играют постоянно плюс-минус одно и то же. Ну вот что пангольера. Есть ПТ, есть Огр Клаб. Что-то себе тащат. Бродсворд Ходжстол. Так, пошло там нападение на пангольера. Помогает пангольеру Клоппер. Он нахуке ворвался в СМ-ку. И это принесло свои плоды. Минус СМ-очка. Очень, очень ровная игра. 14-ая минута, преимущества были 7-4 на Праге даже не стоит обращать внимание. Ребят, в этот раз Клоппер контролирует урону мудрости, понимает, что прошлый нага разбила свои иллюзии. В этот раз он все контролировал, забирает урону. Центральную башню сил света атакуют. есть уже сабля в Пангу будет делать себе дальше Яшу, потом манту. Все поголовно делают эту манту. Популярный артефакт сейчас. Нападение на этого Пангольера Клоппер 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 кого-то там дал кук не увидел откинул Коги здесь украденные Коги от Рубика пошло нападение на этого Клоппер панда сейчас очень-очень жирный персонаж 1700 хп плюс радианс так хочет рубик себе просто в дофармить еще надо пофармить но здесь панда толкнул крипов вниз на т2 хотят ребята из он вин забрать один виду будет ли кто-то стягивать в этот центр для защиты этого товара я так понял что нет они перемещаются куда-то на топ есть там у нас рубик плюс шторм что они там хотят сделать мне кажется рубика и шторма не хватит на 1 ck с армлетом возможно сейчас возьмут кольцо не штурм улетел руби делать т.п. что-то они почувствовали да вижу на нету как полетела шторм на пол маны через всю карту на банду как я варил культ все но сейчас рубик умрет нет все таки не умрет приходится цемки делать шухер нажимать ультимейт чтобы спасти своего рубика спасти ценой своей жизни пока забрали только ценку полетела шторм на эту панду после ультимейта минус панда минус шторм есть стяжка стенки пока нету как есть фрукты умрет ли пангольер до пангольер умирает неплохая драка дарквилла в очень сильно глупо лес тут же умер для кого-то на пользу ела субмарина акцель больше голды но такие качели как бы у нас одна команда что касается вторая команда так пошло нападение здесь на пангольера локверк влетел хотел помочь но так или иначе пангольер умер хотят ответить врагом на дарксире но дарксир живет нападение на цико шторм там летает на всю ману цепляет еще панду ска уже где-то в виду там умер забрали еще банду и 5000 преимущество тут же тут же но это уже серьезная драка серьезная заявка минус 4 на 0 забрали ты один центре возможно сейчас пойдут на рошана принципе я бы так и сделал есть окно можно пойти забрать рошана и с этим айсом пойти в либо топ либо бот собирать тавр поприятнее наверное будет идти бот там еще ты один стоит он вин есть уже кая после ведь блайда дальше делает себе бкб этот шторм что же неплохо выступает но пангольер он что-то бесполезный я говорю что какой-то бесполезно заведет этот свой мотороллер покатается туда-сюда да и все на этом после мотороллера его постоянно шторм убивает как только топливо кончается на этом все так смоках ребята куда-то идут хотят зайти в вражескую двойку он тут они могут найти пол команды если нет всю команду он винт так пошло нападение на панду панду быстро забрали через альница еще подцепили клокверка цемочка накрутила ультимейт клокверк спрятался в инвизе но здесь инвиз неравно неприкасаемость окру на мудрости приятно приятно да делает тп шторм на низ чтобы толкнуть крипов зафармить крипов то по моему две пачки снизу darkseer фармит чужих энчинтов чуть больше косаря осталось до бкб после того как шторм на фармится бкб у него просто будут развязанные руки ему никто ничего не сделает может лететь там через пол карты на кого-то клокверка либо dark виллу и через альница забирать и нижнюю башню сил тьмы атакуют верхнюю башню сил света атакуют ура нижнюю башню сил тьмы атакуют отфармливает клокверк боти если у меня только глимер кей больше ничего нету так на после тернала шраут хочет сделать себя рейдинс ничего против не имею так пошел фарм своего терзателя кто-то получит бесплатный анимшард а рубит чуть не отъехал так цемки достался бесплатный анимшард клокверк сваливает здесь или не сваливает или он просто хочет крипов попармить ну долго будет фармить да подрубил свою переделку вердит что-то крипов забирает да так же он там поставил глупо орды чтобы потом как-то делать вылазку возможно видеть кого-то убивать там да подутихла игра чуток все что-то фармят что-то на своей стороне что-то на чужой но видимо и лоб субмарин что-то уже пофармили готовы выйти куда-то подраться прожали они смока и идут вражеский лес кого-то там отыскать но пока никого не находят был там панга но панга свалил на дырк вилла продолжает фармить есть уже ветра верхнюю башню сил тьмы атакуют так что у нас здесь по предметам на показали нам предметы дар пилок офицей линзу на фарме на заходе субмарина на рошана довольно таки быстро упадет там там кауту подрубила есть арчит от на и но иллюзий так что сейчас упадет подвину не дрались не успевали да и не могли они подраться там будут ли принимать драку либо будут отходить пройти где-то фармить сплететь не знаю есть радик нагиб нам заряженная почти 19к да нашли здесь дарк виллу дарк виллу прячется но это ненадолго да есть еще ветра минус дарк вилл в принципе из этого фрага можно попытаться зайти вот забрать в топе т2 и попытаться зайти на хэг будут ли это делать субмарина не знаю пока не узнаем что там переподключился шторм пишу что готов давайте смотреть дальше центральная башня сил тьмы разрушена верхнюю башню сил тьмы атакуют нижнюю башню сил света атакуют 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 тьмы огур атакуют 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 и два в топе хотят ее забрать скорее всего ван вина отвечать ничем не будут до верхняя башня сил тьмы разрушена зашла на на тг потопу но так чисто по развлекаться потому что смотрю т3 никак не пробивает так есть пока ребята ищут кого-то так по моему кого-то нашли нашли панду панда юзов ультимейт чтобы пожить отводит земляную панду но она убьет все панду без шансов минус панда так здесь на за его зал сон минус clockwork но наблюдаем то что преимущество то не растет до и 7000 так как так как и было там 10 минут назад 7000 преимущества да я говорил что это бесполезный пана покатался покатался и делает т.п. потому что мотороллер закончится и все он бесполезен так ну цк вроде как готов драться есть уже тараско арчи тормлет но нет мало надо еще хоть один артефакт нужно еще что-то нафармить я ребят я ничего не могу поделать с тем что они так скучно играют ну что я поделаю но не хотят не хотят заходить их тоже можно понять белый самарин 0 ошибок нету шанс они не могут ошибиться если они проиграют да зайдут там раз-два и от сосуд вот он этом все то есть они же проигрывают карту хотят наверно уверенно сыграть да клок круто здесь летает значит парки но ребята сделал самарин должны понимать откуда летит ракетам ван вина тем временем прижимать смока и хотят я пойти драться понимает они где нападение на дарксира но быстрого убийства не будет на на купили дарксира убили еще цемку нападение на на подняли витра дарк виллу до убили на и убили рубика ну не кушай красавчик просто красавчик минус четыре на одного клока молодцы молодцы ван вин это о чем я говорил вот понимаете не зря же боялись yellow submarine вот они пошли ребята поражали смока вышли там на них до от мудохали их и чё и все и вот преимущество там было 7000 станет 0 или даже плюс для ван вин потому что они ищут таверне и это все надо по новой вот это преимущество развивать там фармить а егиз рошан туда-сюда а тут чё пришли им в ламинии и все но мансы и мансы ван вин круто подрались да согласен все правильно сделано круто прижали кнопки круто использовали свои артефакты потеряли только клока панды уже как-то тоже мало самом деле так а что хотят субмарина подраться понимали что там нет пока ультимайтов и там же сейчас откатит здесь почти откатила здесь еще 30 секунд так пошло нападение клоквер кого-то влетел летел он шторма но шторм под бкб начинает летать туда-сюда успел он забрать клокверка окна а прожала сон хотя кого хотят хотя от пангальера да так и где цикк ему понять да цикк пилит этого шторма шторму накинули глимер кейп шторм живет очень поздно прожали прожали даст и клоквер сделал бэйбэк так есть нападение есть танчик по дарксиру забрали дарксира в ветрах крутится у нас на мой неплохо еще убил дамочку умрет сейчас же надо убили на минус рубик и это только на 1 пангальера бесполезного он уж и круто сыграл он там почти был отвалился от этой ноги но заюзал ультимейт на него кто-то либо накинули маркейп мне кажется потому что он как будто винвиз ушел да возможно клокверк накинул и он выжил но и на развороте поиграл немножко армлетом и развалил кабины хорошо он для пацановки зумбит он так если есть для ck 4000 преимущества за ван win это бесполезное преимущество даже не зачем туда смотреть это не преимущество опять пауза до нога хочет себе на фармить x отличный отличный выбор сто процентов поможет ли хекс ну думаю что поможет да если ты будешь нападать тогда поможет если ты будешь защищаться ну такое этом по паузе это лайк так отжали паузу продолжается игра забирают ребята из ялу субмарин свой дерзатель до получает дарк сир аним шарт я не знаю но тенденция какая-то такая что такие игры долгие все фармят большие ставки на кому мне кажется что поехать на за информацию это большая ставка как бы понятно что пока ты ничего не заработаешь нижняя башня сил света разрушена ну что пойдут ли на хобя нижнюю башню ребята из он так что но и и и ну что надо пойти ван винт по топу там еще т1 т2 остался дельный совет правда что там штамма штампа же себе сделать агоним на дарксир пайп шиван гвардин грибс и соу ринг так на что он хекс делает держать еще байбэк байбэк нужно держать обязательно рубика есть порстав линза они марки не хочет еще себе агоним силы тьмы используют сканирование нижнюю башню сил тьмы атакуют так показывает нам здесь рубика охраняет эту базу сил света атакуют надо сейчас сломают т2 топе принципе но можно захотеть а что если есть такая шесть слотов ck боевой очень боевой посмотрите на эту машину верхняя башня фантазм почти откатился круто круто хочет еще себе свит блин ну аркан блин прошу прочтение вместо тапка так юзает ультимейт панда пробили они на половину tower т3 до минус того пошли бараки так первый барак что там первый барак быстро отклеится милишный поймали шторма успел успен поражать бкб без бкб так бы умер что отходит до отходит чего бояться не знаю но ванвин молодцы натуре молодцы красавчики все сделали подошли ломали тавер отошли до кончается у нас одесс напомню что первую карту собрали ванвин если они здесь побеждают я лусу марит падает в нижнюю сетку еще не конец еще не конец да так как это финал верхней сетки да заюзали смока но они никого не найдут только сейчас выходят из своей базы ребята из ванвин пока идут в сторону центра кончились уже смоки есть аркан блин на этом призрачном всаднике снова какая-то вылазка от ребят из ванвин последнее время у них получается это делать да есть на карте только на ему поймать все снова да есть бкб не успевает не успевает завязать он да не успел он заюзать бкб но как не показалось чтобы на время на время чтобы поражать бкб сон и попытаться отойти до помимо на и забрали еще рубика будут забирать центр не будут к сожалению так крипов убивали пока бакдор да чуток выиграли время ребятам субмарин жмет панда вы ультимайт не жалеет падает пусть и почти упал 3 там так пошло нападение все-таки связал что он подтянул но продолжение никого нет ну надо не степер собирать или они хотят пойти на рошана до посмотрим через рука прокнет полминуты нужно подождать рошана на так чтобы на верочку да понимает прекрасно ребята или желтой субмарины что надо что-то делать надо предпринимать какие-то действия так как сейчас ребята заберут рошана и и на 100 процентов что пойдут и закончат поэтому они выходят в самоках получается им зайти как бы в спину до обходят они но но ванвин уже заняли хорошую позицию до находяем да знают знают они знает субмарина где ванвин продолжу сместились ребята ну что будет у нас драка так слышу там пошел фантазм нам влетает клок цемку так подцепили еще рубика есть сон сон скорее всего для того чтобы отойти разрушена так цемки есть байбек если что а вот у рубика нету 30 когда не хватает до убивает рошан то есть это Так, почти дофармил себе БКБ, Дарксир, то в драке уже будет с БКБ. Итак, все же решились ребята из OneWin пойти на ХГ, попытаться закончить эту игру, забрать вторую карту. Так, заходит панда, ну точнее разложился панда под своими мелкими пандами, сносит тавер, полетел шторм, стянул панд, так, чисто чтобы убить эти панд, так, есть сайленсер на ЦК, так, подтянул он нагул, влетел. Шторм, ЦК прожил ПКБ, ну, барак стоит, если что, барак еще стоит, и он регенится. Так, есть спруты, ЦМК попала, эти спруты, так заходят две иллюзии, или копии, не пробили они. Но если есть еще, надо заходить. Сколько, когда ультимайта? Нисколько ультимайт есть. Ну, нету БКБ, да, ТДБКБ. Почти есть агоним, он хочет сразу агоним, блейсинг. Так, пошло, пошло все-таки врыв. Прыгнул вперед в вангольер, мотороллер, что-то катается по ЦМК, там еще. И ребята из ванвин под шумом сделали мега крипов. Ну, все. Работа минимум выполнена. 49-ая минута пошла. 28 тысяч преимущества за ванвин. Будут, будут играть до конца, сто процентов. Будут дефать от этих мега крипов до последнего. Ну, не хотят, никто не хочет падать в нижнюю сетку. Нет, это не наводит, да. Кто проиграл, падает в нижнюю сетку. И завтра матч в 12 дня. Финал, по-моему, 4, если я не ошибаюсь. Вроде как. Но надо смотреть. Давайте сначала матч досмотрим, а потом я скажу, когда там финал будет. У нас еще, после этого еще один матч. Какой еще финал? Так, в смоках идут пацаны. Хотят кого-то найти, кого-то убить. Видят они шторма, шторм полетел. Да. Не успеет, не успеет. Улетел шторм. Так, пошла заключительная драка. Есть страх от дарквиллов. Пока никто никого не убил. Много иллюзий. Иллюзии против иллюзий. Пока можно наблюдать, что иллюзии ванвин побеждают, так как там фантаз теперь делать иллюзии из всех. Да. Летает шторм куда-то сюда, лишь бы дота не поломалась, пожалуйста. Пожалуйста, дота, не поломайся. Так, пошла сетка на ЦК. Есть еще сайленсом на ЦК. Накинули на него локус. Ну, пока дэфит. Пока дэфит отправляет. Нага иллюзий и дэфит. Да нет, это понятно, что могут дэфить хоть до завтра. Само-само. Сделать мега крипов это не закончить игру, конечно. Но это, как бы, упрощает задание, в принципе, по окончанию игры. Да. Ну, что, есть вылазка от одних, от вторых. Хотят подраться, что одни, что эти. Так, ну и в Туза. В Туза заходят. Пошло там какое-то нападение. Влетел шторм, стянул пацанов. Да. Убил Клокер. Клокер тут же байбекается. Возможно, еще убьют Дарквиллу. Дарквиллу пока летает в ветрах. Есть сон от наги Сайрон. Так, пошло. Убили Дарквиллу. Снова шторм многих стянул. Так, панда сделал рефреш. Заюзал ультимейт, разложился. Минус ЦМка. Так, а у нас живет. Дарквиллу делает байбек. Шторм все еще летает. Так, опять стянул шторм. Очень много делает работы. Умирает ЦК. ЦК тоже делает байбек. И умирает бесполезный пангольер. Остался только один панда. Пришел, кстати, Клок. Пришел ЦК. Умер он. Да, убил шторма. Шторм тут же сделал байбек. Убили еще Рубика. Рубик также сделал байбек. Ну вот это какой-то жесткий замес, если честно. Прям жесткий. Остался байбек только у панды. У Наги и в Дарксир. 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 ну да дэв лиса дэв лиса да могут очень долго так дэв отца четвертая минута пошла там на 6 слотов на соло это все может дэв но кто-то уже начинает лаган да главное чтобы не поломалась а то он может еще выкинуть из лобби да и такое бывает но для youtube а я всегда до записываю потом если меня выкидывает и уже лобби в лобби не пускает я потом до записываю загружаю матчи до записываю на твиче не как восьмой час стрима если что восемь часов стриме так панда здесь всем показывает что он не боится заяцом шиву так кинул бочку плова но пивчанского накинул на фиге так слышит там вроде кто-то хукал или что очень много люди цикла отправляет в сторону белую субмарин сторону трона ну что скоро очередной рошан за по счету уже какой если честно на 4 наверно наверно да 6 утра встать почему 6 утра ну потому что в 10 уже матч первые а и у меня еще тренировка 8 утра еще тренировка поэтому так рано да так знают знают пацаны и сделал субмарины где местонахождение ван вин что заключительная драка да напомню что байбеки есть только в ноги и в панды еще в дарксира так пошла драка были заюзанные шивы что с одной что со второй стороны подцепил шторм панду накинул на него сайленсер но панда еще жив юзает ультимейт разложился панда здесь пангольер катается на по рубику блять пангольер мидер не может убить рубика твою же дивизию да справился вроде как справился нашла здесь на этого пангольера убили как-то там шторма нам не показали есть ультимейт от цемки минус еще цемка и остались только те кто имеет байбеки можно писать или а парни слышу там какой-то рефрешер до этапа не степнулись назад защищают свой трон но ван вин на набирают очередного рошана и хочется верить что пойдут и закончат игры а есть для цеха идут идут парни звон вин заканчивать какой шанса дефать вдвоем мне кажется 0 процент ну да ну на и еще будет байбек скастовал фантазм поймали поймал клок тут же убили на делает байбек пошел дариксер вперед дариксера также убили заходит на в драку под бкб вроде как-то чуток пробивает этого цыка но и более того есть сон но сон не поможет надо писать любя минус рубик да есть заветные буковки что хотелось бы сказать победа ван вин честно думал что елый субмарин заберут себе 21 думал ну вот так ван оказались сильнее 20 в копилку себе и если что ван вин проходит в финал квалификации на за интернешн а елый субмарин падает вниз падают они на пару нави против панд вот сейчас будет матч нави против панд и кто победит завтра играет 12 дня против филу субмарин финал будет в 3 часа дня я думаю чтоб 4 но будет в 3 так что спасибо кто смотрел подписывайтесь там ставьте лайки комментируйте смотрите другие матчи на канале там есть записи всех матчей которые были сегодня вчера вообще есть записи всех квалификаций на за интернешнл поэтому всех обнял заходите позже также будет записи матчей нави против панд ну кто будет смотреть на ю тубе а здесь ждем следующий матч нави против панд так что на связи